окончательно и без поворот на приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате сам эрнмара запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наши приключения напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик у нас с вами уже есть книга и панцирь и моллюска поэтому мы можем с вами сразу отправиться к женщине на маяке то есть к соиме также нам нужно вернуться домой чтобы вырастить картошку и лук крабов потерянных искать почтовых потом поговорить сон за еще нужно с наставником по приключениям я кстати заметил смотрите под иконками персонажей слева а есть какая-то шкала желтая что она означает может быть степень хода выполнения какого-то задания сейчас мы отправимся к соиме это вот туда нужно вот здесь пройдем быстрее будет по пути кстати смотрим вдруг яблочки еще появятся вот отлично почему бы не подобрать может быть у нас там уже выросли яблони наши и вишня так а здесь еще подберем это мы что подобрали это мы пчелу подобрали королева пчел другие пчелы прилетают к ней чтобы сделать медовые соты ухты может быть мы сможем где-то мед как-то добывать только вот что с ней сделать мы же не можем просто ее привязать к дереву нужно возможно как-то будет научиться делать улья и так далее да цветы мы не можем подбирать здравствуйте извините что побеспокоила уходи девочка да будут ветры мары добры к вам что ты сказала да будут ветры мары добры к вам кто тебе это сказал никто врать нехорошо девочка ладно парень из банка такой он вредина если честно а вот и нет ты вообще кто поговорим ой то есть можно с вами поговорить зачем я принесла вам интересную книжку приключенческий роман а еще у меня есть ракушки надеюсь они красивые самые красивые на острове ладно заходи но покупать я у тебя ничего не буду какие красивые ракушки да красивые я их на пляже нашла а чего тебе от меня нужно ну я нашла дома одно письмо на нем написано соими вот как интересно это твое письмо моей бабушки я не знакома с твоей бабушкой ее зовут я я хаку 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 но быть не может ну конечно но ты ее внучка это невозможно да так есть смотрите у нас глаза одинаковые покажи-ка письмо да это почерк хаку ну конечно у меня ее глаза да я помню ее глаза и еще я помню что она была сильнее всех на свете и не очень любила смеяться но вы что не верите мне куда это делись твои манеры простите тебе можно доверять конечно во первых докажи мне что ты внучка хаку она всегда носила особый цветок который растет только у нее на острове если ты жила с ней то знаешь где его искать тебе понадобится новая мотыга попроси калиба помочь у него небольшой огород в порту принеси мне тот цветок к вашим услугам новый рецепт чай отлично это уже интересно цветочный горшок попроси калиба улучшить мотыгу а затем принеси соими цветок я и хаку хорошо договорились калиб калиб это случайно не тот который там на пирсе здоровяк такой синего цвета она сказала в порту давайте мы еще сходим к он за по пути то у нас тут написано что он ждет нас на разговор почему бы и нет он закалив и потом придется возвращаться домой а что-то за дом такой интересный большой стоит отдельно от всех остальных что тут написано торговцам и непрошенным гостям вход воспрещен как грубо вот я конечно могу наверное перепрыгнуть но зачем мне если сказано непрошенным гостям вход воспрещен у меня нет причины беспокоить жителей этого дома я вообще не знаю кто там живет и зачем мне туда надо значит не надо интересны цветы мы можем выращивать и для чего он может быть для продажи а будут ли они в итоге занимать место как допустим кусты деревья и так далее стоп он за он за у нас на рынке вообще вот он за как дела я только что задокументировал новое впечатление о птице в смысле в моем дневнике написано что чайки жалкие существа но я за ними понаблюдал и мне они кажутся очень красивыми они сверкают на солнце и всегда хохочут поэтому я записал свои впечатления чем больше мнений тем лучше ты что-то хотела а что ты ешь ты про семечки это семена подсолнечника ого а если их посадить у меня вырастут подсолнухи а да но если верить дневнику цветы не особо красивая хочешь попробовать да тогда в том дневнике будет больше мнений ладно бери только принеси мне подсолнухи взамен отлично великолепно а мне кстати подсолнухи очень даже нравится как выглядят такие большие похожие на солнце прям очень красивые не знаю почему он считает их некрасивыми вон тот синий здоровяк по моему он калеб если я тут не напутал с именами здравствуйте калиб мне нужна ваша помощь я слышала у вас есть огород и вы хорошо за ним ухаживаете может вы могли бы дать мне новую мотыгу а то моя совсем старая нет ну ладно но я могу тебя научить как ее сделать было бы здорово давай договоримся мне нужны латук и морковь я бы мог их купить но не хочу вы не доверяете продуктам с рынка я возьми семена великолепно он нам еще и семена дал а у нас уже есть и морковь и латук так что мы можем прямо сейчас это выполнить великолепно а вот ваши морковь и латук хорошая партия для хорошего человека ты слишком много болтаешь я я говорит что я искроверт правильно говорить экстраверт ну не знаю спасибо за овощи я соберу посылку новый рецепт для инструмента железная мотыга великолепно а вот теперь нам уже пора возвращаться у нас куча заданий нам нужно улучшить мотыгу потом найти цветок яихаку вот такой вот где-то у нас растет на острове потом нам нужно вырастить картошку и лук и подсолнухи на я думаю придется немало времени провести дома чтобы все это вырастить так плывем строго на юг кстати здесь есть кнопка он слева внизу назад в келес возможно это какое-то быстрое перемещение но я не хочу им пользоваться мне нравится вот так вот плавать я думаю постепенно должны будут открыться еще какие-то острова наверное пока что видите на компасе у нас там стоят замочки то есть бесполезно самому пытаться куда-то сплавать кстати здесь есть бочка надо сбегать и и подобрать ее так ну как как-то подплыви сюда как припарковаться пришвартоваться она так отлично мы дома о я вижу уже две шишки здесь есть великолепно нам бы еще все-таки как-то потратить время на то чтобы сделать еще колодцев штучек 20-30 а лучше штук 150 мой ракушку возьмем так там я вроде не вижу ничего а вот сверкает ракушка можно порыбачить ну даже не знаю надо но не надо но нам давайте пока что не будем из осьминогов мы ничего готовить не умеем разве что их продавать все равно это дешево нам будут разобраться что вот прибыльно так добывать чтобы можно было хоть более-менее что-то заработать кстати мы ведь мотыгу лучше мы уже сможем вскопать побольше грядок побольше посадить великолепно это меня радует так и вишня вроде как подросла но пока что плодов нет может быть еще все таки недостаточно она выросла яблони тоже пока что без яблок да и черники нету практически что-то урожай слабоват ой уже и вечереет надо и спать ложится проверяем все ли мы собрали не все так еще даже вот это уже можно собрать так это еще не доросло можно в принципе на что-то прям сюда сразу сейчас посадить например а вот лук сюда лук пойдет он сюда у нас пойдет картошечка можно все это быстренько полите колодец высох само собой хорошо что есть еще один так как раз кукурузу можно тогда собрать теперь благодаря поливу она подросла хорошо и давайте тогда мы сразу же посадим сюда например подсолнечник вот так польем так не успею уже добежать до дерева что у нас по энергии по голоду в принципе можно было бы что-нибудь и перекусить допустим апельсинового сока навернуть вот так вот еще успеем сейчас быстренько сделать мотыгу не успеем дерево нужно ой уже восемь часов может быть успею все таки два дерева мне нужно срубить и посадить новых или не надо пока сажать ладно пока не буду так железная мотыга великолепно кстати по поводу чая о мы можем черничный сок сделать нужно молоко нужны травы нужен сахар чай пока что пока что чай попить мы не можем так у нас новая мотыга давайте-ка ее испытаем так но это мы не сможем нам нужно молоток улучшить а вот это вот мы сможем убрать великолепно и здесь сразу же что-то давайте посадим теперь подсолнечник ну тут морковка пускай будет нужна мотыга получше для вот такого вот ух ты еще лучше латук так ну и чтобы энергию потратить давайте здесь тоже грядочку просто сделаем заранее вот так вот все что можно по грядкам мы сделали пол десятого что еще мы успеем сделать полить новые грядочки почему бы и нет ну тут поливать бессмысленно ну думаю можно ложиться спать доброе утро мара у нас все растет замечательно давайте польем так эту грядку поливать не надо но в принципе я бы успел до нее добежать х это хорошо отлично пускай все растет значит смотрим плоды какие-нибудь шишки и так далее мы можем собрать первоочередная утренняя цель собрать все что можно собрать интересно зачем нам допустим курятник строить я ведь не думаю что коа потом будет резать курей чтобы добить из них мясо что-то сомневаюсь в этом яблок нету но есть апельсинка вишенок тоже пока что нету нам нужно найти сейчас цветок этот где-то на острове я думаю где-то возле этой двери он будет ну остров то небольшой совсем поэтому думаю проблему нас точно не возникнет нет стоп нам не наверх нужно нам нужно вот туда кстати мы здесь можем заполнять наш бак но пока что мы плаваем недалеко поэтому особо беспокоиться об этом не надо вот цветок да это именно тот цветок хорошо теперь нам нужно подождать пока все вырастет а именно картошка лук и подсолнухи а пока это все будет расти будем наверное древесину добывать древесина здесь нужнее всего кстати мне просто интересно допустим посадить нет цветок мы не можем нужен для этого цветочный горшок о кстати вот в любой непонятной ситуации руби дерево в любом случае пригодится древесина здесь это то что нужно прям вот всегда может быть как раз колодец еще один сделаем почему бы и нет вот 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 Продолжение следует... Ладно, вырубаем уже полностью. Можно, в принципе, пойти вот там деревья посрубать те, чтобы здесь больше засадить и было удобнее потом добывать древесину, вырубив здесь всё. Во-первых, нам нужна энергия. Давайте-ка мы ещё апельсинового сока, наверное, обобахнем. Во. Так, более плоское место нужно. Ну вот же плоское. Чем тебе не плоское? Стоп. Вот здесь можно. Стоп. Вот. Продолжение следует... Что-то я слишком тесно, наверное, сажаю деревья. Так, а у нас больше шишек-то и нет. Ну, здесь не хочется вырубать, они здесь как-то так красиво, в общем, смотрятся. Чисто ради этого хочется их там оставить. Что у нас по поводу теперь вот этого всего? Нам нужно только ведро. Сколько у нас всего древесины? Двадцать. Мы даже два колодца вообще-то можем сделать. Давайте-ка сразу сделаем два ведра. Великолепно! Вот это вот просто великолепно! А где бы нам еще их поставить? Ну, допустим, здесь уже есть колодец. Можно поставить, допустим, вот здесь. Огонь. Зачем нужен огонь, пока что непонятно. Цветочный горшок, удобрение нужно. И подставка еще для него нужна. Ага. Так что толку от него пока что нет. А так, наверное, чтобы выращивать цветы на продажу, это нужно. Но сейчас мы делаем колодец. Так, давайте мы его как бы нам сделать так, чтобы было еще и красиво. Вот так вот, например. Я бы даже сделал как-то более вот так вот его, вот сюда. Вот, вот так будет гармонично прям смотреться. Стоп, только как-то чуть-чуть наискосок, чтобы было прям вообще-вообще красиво. Вот так. Вот идеально. Идеально. Великолепно. Раз. И где бы еще? Где нам будет в итоге нужнее? Я планирую здесь все засадить деревьями. Но может быть поближе к огороду все-таки. Потому что главнее огород. Давайте, наверное, вот здесь, допустим, поставим пока что колодец. Стоп, чего не хватает? Камня не хватает. Ну, камень это без проблем. Только вот у нас энергия уже понемножку-то, по чуть-чуть начинает заканчиваться. Надо бы, наверное, бабахнуть черничного сока. Так, эта медь нам не нужна она пока что. Хотя можно ее на продажу на самом деле. Вот в чем удобство вот этих ресурсов. Они сами по себе восстанавливаются. Их не нужно сажать, их не нужно поливать. Они всегда будут. То есть их можно добывать в бесконечном количестве. И не волноваться, что потом нужно будет как-то рассаживать и так далее. Поэтому, в принципе, медь можно продавать. Вот только много энергии требуется для добычи этих ресурсов. Поэтому у нас уже опять, опять заканчивается энергия. Можно, конечно, пойти просто поспать лечь. Ну, тогда голод потратится. Так, давайте, во-первых, сначала колодец поставим. Потом, наверное, ляжем и поспим. Потом проснемся, подумаем, что делать дальше. Возможно, еще где-нибудь что-нибудь посадим. Апельсины, например. Так, давайте колодец. Где я хотел колодец? Давайте вот тут вот. Вот где-то вот прямо вот. Вот прямо вот так. Меня устраивает. Удобно. Даже не так. Даже вот так чуть-чуть. Вот. Отлично. Прямо отлично. Да, молот нужен получше. Энергия почти закончилась. В принципе, мы ничего не успеем уже сделать. Древесину всю потратили. Прямо полностью под ноль. Давайте спать, пока кона, говорю, коа не вырубилась прямо на земле. Доброе утро, Мара. Тут у нас уже пусто, кстати говоря. Набираем воду тут. Поливаем, поливаем, поливаем. Я так понял, достаточно просто так вот быстренько пробежать по грядке. Так, для проверки. Успеваю или не успеваю? Вот здесь тоже пробежим. Да, я успеваю. Вот так вот. Но это пока грядочки маленькие. Потом они будут больше. Зачем мне здесь, может быть, убрать, допустим, вот эту ограду, чтобы я мог вот так вот туда-сюда бегать? Зачем она мне нужна здесь? На самом-то деле. Вот эта мне не нужна. Кстати, картошку уже можно собрать. Картошка растет быстро. Мы получаем древесину, кстати, за ограду. Вот эту ограду, ну на самом деле, можно, хотя нет, ее даже нельзя убрать. Но я бы ее и не стал убирать. Она здесь как-то очень красиво смотрится так, чтобы случайно ночью, когда не видно, где край, не упасть. А вот это вот, может, наоборот, ее как-то убрать, чтобы вот можно было удобнее между грядками бегать как-то. А вот зачем она здесь реально? Я бы ее убрал. Она только мешает. Возможно, когда-нибудь в будущем Захочется как-то красиво оформить грядки, тогда заново поставим. А пока что, смотрите, сколько дерева мы уже с вами получили. Нужен... Ой, я не туда ткнул. Вот если бы только найти что-нибудь, что будет давать семена, вот допустим, картошка. Это же вообще как? Картошка сажается, собственно, картошку сажают. То есть, может быть, можно ту же самую картошку и посадить. Так, а собираем... Это что, капуста? Капуста. Нет, капусту мы посадить не можем. Ладно. Картошка 4 получили, но нет, мы ее посадить не можем. Вот найти бы хоть что-нибудь, что мы можем вот так вот сажать. И все, я был бы счастлив. Я бы это рассадил, и было бы превосходно. Но у нас теперь вообще нечего сажать. Ну, зато у нас есть уже нужные ресурсы. Лук еще не вырос. Ага. Но он вырастет скоро. Подсолнух тоже вот вырастет. Тут и тут, и там растет. Вообще будет отлично. Так, у нас утро. Значит, мы что делаем? Мы собираем апельсинки. Потом посмотрим, что будем сажать. Кстати, не забываем про сосновые шишки. Что-то яблочки пока что не стремятся расти. Ну, кстати, яблони какие-то прям невероятно огромные. Что-то это странно. Как-то неестественно огромные яблони. Это точно яблони? Да и вишен тоже что-то пока что нету. Странно это. А давайте мы, знаете, что сделаем быстренько. Вот так. Ну, может быть, что-нибудь даст это. Просто почему бы и нет. Вот так. Вот так. Ну вот теперь посмотрим Сколько мы еще вообще можем посадить деревьев И что у нас есть Яблон вишен больше нет у нас Но в любом случае я хочу узнать Насколько выгодно их сажать Если они настолько редко вообще будут вырастать Но может быть пока что просто дерево Еще не созрело А когда созреть да растет Тогда уже будет почаще нам давать Вишни и яблоки Пока что вот апельсин сажать выгодно И чернику Чернику вообще выгодно чем? Тем что можно из нее готовить сок При этом не нужны никакие другие компоненты Здесь кстати можно червей подобрать Пусть будут Порыбачить все еще нельзя Вот допустим посадить У нас еще есть два яблока Две вишни есть Но пока что не будем их сажать Черника есть Апельсины Так а сколько деревьев? 45 Ух ты 45 деревьев Давайте посадим еще хоть парочку Нет во первых перекусим Что у нас по голоду? Ой у нас в принципе голода то и нет Поэтому лучше наверное выгоднее скажем так В плане ресурсов пойти поспать А не перекусывать Может пока что посадить еще черники Или апельсинов Пусть черники допустим вот тут посадим Пока что А вот здесь можно еще один посадить Да я бы еще все таки апельсин посадил бы Пожалуй Все пора спать А то скоро прям упадем Потеряем сознание Так здесь уже все выросло Вообще отлично А посадить мы ничего не можем Так сбор ресурсов Уау 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 О, яблочко. Отлично. Ну, только одно. Вишенка. Две. Хорошо. Так, яблочко нам восполняет единичку голода. Вишня половинку. Слушайте, можно использовать для десерта или варенья, а сок нельзя сделать. Ну, пока что вишню тогда сажать не будем, от нее толку не очень много. Лучше уж тогда яблок. Из черники можно сделать сок. Яблоки можно прям просто есть. Слушайте, давайте яблонь посадим еще. Правда, как часто они будут вырастать, вот это вопрос. Но я хочу яблочный сад. Я, конечно, предпочитаю апельсинки, но здесь в игре нам уже нужно мыслить рационально. Не важно, что мы предпочитаем. Нам нужно выжить. Так, я их довольно-таки тесно сажаю на самом деле. Но зато больше получится посадить. Так, мы бы еще что-то могли посадить. Ну, да ладно. Пока что, пока что пускай будет так. Пока что. Можно их еще и полить. Кстати говоря, если успею добежать. Ну, вроде я полил. Черт его знает. Хорошо. Не так. Значит, мы добыли все, что нам нужно. Цветок добыли. Растения, которые нам нужны, все мы тоже добыли. Так что мы можем возвращаться. Нам нужно к Онзо. Нам нужно к Браму. Ну, и, собственно, к Саиме. Что у нас по энергии нормально. На попу. Поплыли. Продолжение следует. Интересно, что теперь скажется ими, когда мы докажем ей действительно, что мы приемная внучка Яи Хаку. Интересно, Коа вообще понимает, что она не по-настоящему внучка Яи. А Брам. Давайте мы к Браму сбегаем. По-моему, здесь нужно оббежать. Так, у тебя галочка. О, мусор. Да, вот и ты. Это было несложно. Большое спасибо, Коа. Посмотрим, что скажет мой дядя. Бррр. Приходи, когда захочешь попробовать мои блюда, брр. Ну, допустим, хочу попробовать. Может быть, потом откроется вот это вот. Скоро открытие. А что по заданию? Пока что нового нету. Ну, наверное, вот эта шкала оранжевая под иконкой персонажа, это линейка квестов все-таки. Я так думаю. Ладно, давайте мы тогда сбегаем теперь Конза к нашему наставнику по путешествиям. Стоп. А, нет. Я не заметил иконку эту синюю. А потом к Саиме забежим. Кстати, на рынке, может быть, что-нибудь продадим. Допустим, медь. Все равно пока что мы из нее ничего готовить не можем. Обожаю семечки. Ко, в моем дневнике нет записей о тыквах. Да ты что? Я ничего о них не знаю, даже как они выглядят. Но у меня есть семена. Хорошо, я выращу тебе тыкву. Здорово. Великолепно. Спасибо. Давай, искательница приключений, доставь мою посылку. Ты имеешь в виду тыквы? Так, а кстати, по поводу поторговать. Может быть, тебе, допустим, что-нибудь продать? Кстати, надо посмотреть, может быть... Так, он очень хорошо хлопок покупает слепо-звездочкам и подсолнечники. А может быть, здесь кто-то что-то хорошо покупает, что я смогу прям хорошенько так продать? Стоп. Вот так нужно. Ты смолу покупаешь. А нужна ли мне смола? У меня их 32 штуки. Слушайте, так я тебе продам. Оставлю себе штучек 10, просто чтобы на всякий случай были. А остальное я тебе продам. Вот. Ты окуней покупаешь хорошо, все остальное плохо. Сахар у нее есть, но он очень дорого стоит. Оно того не стоит. Приготовить варенье, потратив 14 монет на это. Нет, оно того не стоит. Семена пшеницы. Морковь какая дорогая у тебя. Нет, выращивать выгодно то, что можно садить. Допустим, черника. Мы ягоды и сами можем сорвать с куста и посадить рядом. А вот такое вот все на огороде выращивать совсем невыгодно абсолютно. Потому что оно не дает семян. Поэтому только то, что нам по заданию будут давать, то будем выращивать. Ты апельсинки и морковки покупаешь. Ну, морковки, да их оставлю, чтобы делать сок. Вишню, кстати, ты еще покупаешь. Но вишню пока что продавать не буду. У меня мало этого всего. Вдруг нужно будет для заданий. Подсолнечники, картошку покупаешь, лук покупаешь. Семена тыквы. А медную руду никто не хочет покупать. Да, но у меня не так уж и много. Ладно. Воду простую можно продать. Да ладно, толком ничего как бы и нету такого. Побежали тогда к Саиме. Только я бегу, по-моему... Стоп, никуда куда надо. Где она? Где? Где? Где Саиме? Это нам нужно... Нам вон туда нужно. Она по-любому должна что-то интересное рассказать. Куак. Ой, ёпперс, это она там была чуть-чуть... Прилипла. Я уже даже испугаться успел. По поводу яблочек. Ничего, это такие здоровенные яблони вырастут. Ух ты, надо было, конечно, их сажать все-таки. На большем расстоянии я такого не ожидал. Но на самом деле таких здоровенных яблонь я не видел никогда в жизни. Так, и еще пчела. Но пока что толку. Найти бы кого-то, кто продает всякие рецепты. Рецепты еды, допустим. Рецепты... Вот как улей, к примеру, сделать. А то вот пчелы у нас есть, ну а толку. Посадить их некуда. Жалко, что нельзя здесь деревья рубить. Я бы вырубил бы все на этом острове. Хотя вряд ли бы это жителям понравилось. И вряд ли бы это было бы как бы вообще логично. Возможно, поэтому разработчики такую возможность убрали. Кстати, если убрать вот этот цветок, то есть взять... Тюльпан. Надо будет по пути просто заглянуть, кому-то посмотреть. А сколько за него дают? Может быть цветы выгодно выращивать в этой игре? Научиться опять-таки нужно делать все-таки горшки. То есть у нас там есть что-то, что нужно. Но для того, чтобы это изготовить, нужно вначале там горшок еще. Удобрение. А вы про этот цветок говорили? Ага. О, да. Это цветок Хаку. Видите? Я ее внучка. Не уверена насчет внучки, но ты точно ее знала. А чем я могу тебе помочь, малышка? Так, я ни разу не уплывала с острова. Хочу изучить всю Мару. Тогда тебе понадобится карта. Я уже давно не рисовала карт. Попробую. Нарисуйте, пожалуйста. Я хочу изучить весь океан. Ты такая же искательница приключений, как Хаку. Нет, Яя мне не разрешала путешествовать. Ты была слишком маленькая. А она о тебе заботилась. Мне нужны чернила и бумага. Моих запасов на карту не хватит. Ага. В особняке есть эксперт по антиквариату. Может, он нам поможет. Я поговорю с ним. Отправляйся в большой особняк на севере острова Келес. А это тот здоровый особняк, который мы видели, наверное. Так, а с какой стороны тут север? Так, где тут на дереве мох растет? Будем определять по моху. Нету моха. Мха. Так, а где я его видел? Вот это он, наверное, вон там. Кстати, уже вечереет. Давайте побыстрее. А то ночью в гости вообще некультурно будет невежливо заявляться. Да и в принципе вечером тоже не очень вежливо. Но здесь лежит яблоко. Я не могу пройти мимо яблока. Да еще и не одно. О, ворота открыты. Великолепно. Не придется перелазить. А то это было бы опять-таки очень как-то некультурно и невежливо. Так, нет, но рвать у него цветы здесь я точно не собираюсь. Прочитать можно? Что это за статуи? С ним можно поторговать. Сколько стоит бумага? Да ты что? Мы тут год будем играть, пока насобираем такую сумму. Подзорная труба. Вот это было бы интересно. Стрекозан. Это для рыбалки нужна модель лодки. Зачем нам модель лодки нужна? А что ты хорошо покупаешь? Ничего. Кстати, от цветочки. Вот, допустим, сколько стоит тюльпан? Четыре всего лишь монетки. Нет, это не выгодно. Не, ну хотя, если их рассадить, штук сто, конечно. Потом сразу привезти и продать. Это да. Кто там? Это я, Коа. А что еще за Коа? Не знаю таких. Меня зовут Акила. Я элитский дворянин. Ты от кого? Хм. От Саиме, с маяка. Ей нужна бумага. Превосходно. Ты по адресу. Но всему есть цена, малышка. О. Деньги у тебя есть? Собери монеты, чтобы купить бумагу у элита Акила. Что? Реально? Нам нужно собрать такую сумму? Да. Привет, Коа. Эм. Привет. Как там твой дневник? Я как раз об этом хотел поговорить. Если верить дневнику, этот чувак в особняке скользкий тип. Хм. Будь осторожна. Понятно. Дело в том, что мне нужна бумага. И она такая дорогая. Я тебе помогу. Правда? Да. Конечно. Я ведь твой наставник, помнишь? Любой искатель приключений должен знать, как самому сделать бумагу. Ух ты. Научишь? Посади вот это дерево и собери смолу. А потом просто делай все по рецепту. Он у меня уже сто лет в дневнике записан. А там сказано, как сделать чернила. Хм. Неа. Ну вот. Но я знаю, кто тебе поможет. Кто? Кто? Эм. Банкир Эдеган. Ой, он такой зануда. Я с ним не поладила. А разве мы с ним виделись? Понимаю. Да. Но у тебя наверняка получится его переубедить. Отлично. Для начала сделаю бумагу. Хм. А потом найду чернила. Сделай бумагу в мастерской по рецепту Онза. Мне интересно, сколько она будет стоить, если на продажу изготавливать бумагу, например. Ну хотя я не думаю, что ее будут покупать за такие бешеные деньги. Так, хорошо, бумагу мы сделаем. Мы можем уже поговорить с Калибом, кстати говоря. А можно еще поискать почтовых крабов, просто побегов по округе. По берегу. Это нужно бежать вокруг всего острова. Давайте-ка мы к Калибу подойдем. Поговорим с ним, что он нам скажет. Потом подумаем. Либо отправимся домой. Хотя нет, сегодня мы домой не отправимся, потому что энергии уже нет. Потому что вечер. А вот завтра можно сразу отправляться домой. Либо все-таки еще пробежаться вокруг острова. Поискать крабов. Так, у нас там вроде мусор был. Давайте его переработаем. Нам ничего не дали? Нет. Коа, мне нужна модель лодки. Что это? Крошечная лодка. Это моя страсть. Они есть у Акилы. Это элит, что живет в особняке. Можешь принести мне лодочку? Конечно, я могу у него попросить. Ага, но она стоит там 300 с чем-то монет. Ты в курсе? Попроси. Что-то мне кажется, что попроси. Не прокатит. А давайте-ка мы поспим сейчас в лодке. Потом проснемся. Сбегаем к Акиле все-таки. Может быть пробежимся вокруг острова. Крабов. Ночью лучше ничего не делать, потому что в определенное время, как я понял, Коа резко начинает терять энергию непрерывно. То есть и просто вырубится. То есть ночью, ну здесь специально сделано, что можно сколько угодно иметь еды, наесться по полной, а все равно ночью Коа потеряет сознание. Это, кстати, вот неправильно. Я такое в играх не люблю, потому что иногда хочется самому как бы распланировать свое время, определить когда, чем заняться. Допустим, иногда хочется ночью что-то поделать. Но иногда в играх делают строго, что просыпаешься ты только утром, и ночью ты хочешь не хочешь, а персонаж вырубится. Так, а где у нас был этот особняк? Я немного как-то, если честно, уже запутался вот сюда, наверное. Или туда? Нет, вот туда. А что сюда? Тоже спуск куда-то. Ладно, давайте сначала в особняк. Ну наверняка этот элит скажет нам что-то типа, заработай деньги, ну или там принеси деньги и купи. Все имеет свою цену. Опять ты? Меня прислал Калиб. Ясно. Что тебе нужно? Он попросил модель лодки. А ему точно больше ничего не нужно? Точно. А ты, наверное, не знаешь, но Калиб очень богат. Очень. Они с Ноха сколотили большое состояние на путешествиях. Ох. Они были отличными купцами. Серьезно? А так и не скажешь. Хм. А вот, возьми модель. Она недорогая, но ему наверняка понравится. Спасибо. Ничего себе недорогая. У нас столько денег. В принципе, еще не было в игре. Хм. 395 монет. У нас 266. И больше, чем это у нас не было. У нас модель лодки есть. Да ты что? О, у нас опять энергия понемножку заканчивается. Ну ничего, еще раз поспим. Я так понял, здесь как-то вот рассчитано, что количество энергии, которое восстанавливается утром... Что там сверху? Оно как-то связано с нашей сытостью на момент, когда мы ложимся спать. Ну то есть, мы просыпаемся, и... Не факт, что у нас будет полная энергия. Что это за место? На попу. Ты в курсе? Мне так нравится этот ее голос. Это забавно. А, она здесь тоже восстановила, видимо, этот родник какой-то волшебный, чтобы можно было наполнять бак. Полный бак, отлично. Это что за цветочек? А, нет, ничего. То есть, здесь, в принципе, больше ничего. Просто, в крайнем случае, если вдруг мы сюда еле дотянем на последних каплях топлива, здесь мы сможем заправиться. Ну, тоже хорошо. Чтобы не получилось так, что сюда мы приплывем, а домой уплыть уже не сможем, и придется оставаться здесь жить. Так, там внизу тоже краб. Но я бы хотел просто вокруг острова прям пешком оббежать, обплыть. То есть, смысл плыть на лодке и через каждые несколько секунд, увидев краба, останавливаться, спрыгивать, бежать на берег. Но сейчас у нас энергии не хватит. Придется в любом случае поспать. Опять мусор. Да ладно, переработаем. А, пустую бутылку получили. Но пока что неизвестно зачем. Эм... Акила передал вам эту модель. Хм... Очень красивая. Спасибо. Всегда пожалуйста. Он просил денег? Хм... Не просил. Ясно. Вы не хотите ему платить? О! Я дал ему сумму денег несколько лет назад. Ее хватит на все модели, которые он сможет достать. Ничего себе. Хе-хе-хе. Это самое дивное предложение, что я от вас слышала. Так и есть. Рецепт? Может быть мы сможем их создавать и продавать? Ух ты! Нужно будет создать минимум одну, чтобы посмотреть за сколько ее можно продать. И как-то построить какой-то бизнес. Хе-хе. Калеб еще нам может дать задание. А ну-ка. Коа. Мне нужно передать деньги Эдегану. Справишься? Хм... Да, конечно. Я не украду ни копейки. Я знаю. Хм... Это была шутка. Понятно. Отнеси деньги Калеба Эдегану, чтобы погасить долг. Да не вопрос, без проблем. Хорошо, только Эдеган, он вообще где? Кстати, у нас карта ведь есть, да? Так, ну, кстати, карта довольно-таки понятная. Так что я вот взглянул и уже, в принципе, понял, куда нам бежать. Вот, где-то примерно вот... Или вон там, где планета нарисована, говорю, где вот... Стоит, в общем, планета сверху. Или вон там, где-то вот примерно тут, вроде как. Вот это банк. Хм... Я принесла деньги от Калеба. Хм... Хорошо. Теперь его долг банку погашен. Долг? Вскоре после того, как я прибыл на остров, Калеб взял у меня взаймы. Хм... На эти деньги он построил верфь в заливе. И с тех пор выплачивал мне долг. Он мой лучший клиент. Хм... Ого, здорово. А мне говорили, что у него много денег. Тут не поспоришь. Денег у него много. Но он ими не пользуется. А вот, отдай ему чек. Теперь мы в расчете. Хорошо, да без проблем. Кстати, может быть, с тобой еще можно поговорить? Здравствуйте. Ау! Добрый день! Ах! Девочка, тебя не учили не приставать к старшим? Здравствуйте. Меня зовут Коа. Приятно познакомиться. Но не приставай ко мне. Вы что-нибудь знаете о даме с маяка? Что ты говоришь? Я просто спросила про даму с маяка. Мне нужно про нее узнать. Я тут всех на острове расспрашиваю. Разве можно так обращаться с незнакомцами? Только посмотрите. Какой позор. Никакого воспитания. Простите, я не хотела вас тревожить. Но потревожила. Так не спрашивают. Нужно сначала представиться. Помнить о вежливости. Нужно спросить, как поживаете. И терпеливо ждать ответа. Ты просто дикарка. Я, пожалуй, пойду. Нет, уже станься. Где твои родители? У меня их нет. Ясно. Значит, подождем взрослого. А вы не взрослый? Другого взрослого. Что ты здесь делаешь одна? Я вам уже сказала. Я хочу больше узнать о даме с острова. А, вижу. Ты учишься. Что ты хочешь знать? Мне нужно с ней поговорить, но она не обращает на меня внимания. По правде говоря, она очень занята. Таких, как она, осталось немного. Вы могли бы научить меня быть вежливой? У тебя что, родителей нет? Я же уже сказала, что нет. Меня вырастила бабушка. Не очень она старалась. Эй! Ладно, ладно. Но я не имею дел ни с кем, кто не является клиентом банка. Тебе придется открыть банковский счет. Минимальный депозит 50 монет. И где же мне, скажите, пожалуйста, взять 50 монет? Не надо так использовать, пожалуйста. Заработаешь, если будешь продавать товар другим купцам. Старым квидом в заливе или, к примеру, на рынке. Большое спасибо, сэр. Отнеси Дегану в оплату 50 монет. Вот, кстати, об этом я был и подумал, когда мы в банк входили. Слушайте, а можно ли открыть здесь счет? И как там, может быть, зарабатывать на депозите? Как это частенько в играх бывает. Видимо, можно. Добрый день, сэр. Как поживаете? Очень хорошо, а ты? Как поживаешь? Прекрасно. У меня получилось? Что? Ну, вежливость и все такое. Да, очень хорошо. Ура. А вот, у меня есть деньги для счета. Замечательно. Желаешь накопительный счет или кредитный? У меня есть новейшая услуга с потрясающими выгодами. Что? Думаю, тебе лучше всего подойдет инвестиционный счет. Каждый год банк будет брать 20% от общей суммы и инвестировать их за тебя. Я просто вежливо хочу поговорить с той дамой. Но как же счет? Мне это неинтересно. О, ты что, интересно? Давай, открывай. Оставьте деньги себе. Что? Ладно. Это странно, но меня устраивает. Чтобы расположить к себе даму, рекомендую использовать морское приветствие. И как она звучит? Да будут ветры мары, добры к вам. Ух ты. Моя бабушка тоже так говорила. Должно сработать. Только сомневаюсь, что она пропустит тебя просто за вежливость. Поживем, увидим. Эй, Ко, так что, нам все-таки нельзя открыть счет? Я уже думал, что можно. В твоем возрасте я помогал отцу в банке. Тебе тоже не помешает поработать. Ну, я-то уж был обрадовался, подумал, что тут прям есть такая система. Можно выбирать, какой будет счет. Кредитный, депозитный, инвестиционный и так далее. А тут на тебе, облом. Это печально. Ой, у нас энергии уже нет. Опять нужно ложиться спать. Срочно бежим. Бежим, ложимся спать. Так, что еще мы можем сделать здесь? А, калибу нужно отнести чек. Пока что мы можем только отнести чек и искать крабов. Калиб, вот ваш чек. Теперь все выплачено. Рад слышать. Акила мне рассказал, что у вас много денег. Зачем вы брали у Эдегана взаймы? У банка было специальное предложение. В подарок к займу полагалась посуда. Вы что, просто не могли купить себе посуду? Это была ограниченная серия. Очень красивая. Хотя ноху она не впечатлила. А вот, возьми монетки. Спасибо за чек. О, он нам дал 50 монет. Спасибо. Так, а больше пока что заданий он нам не даст. То есть все, что мы пока что здесь еще можем сделать... Привет. Все, что мы пока что можем здесь сделать, это лишь только крабов искать. Давайте поспим и выполним тоже уже для галочки это задание. Просто чтобы... Чтобы знать, что уже выполнили. Не оставили позади. Ой, у нас энергии немного совсем. Но давайте мы перекусим. Просто что-то бежать придется далеко. Да вот апельсинового сока бабахнем и все. В принципе, один апельсиновый сок, это все равно, что съесть черники. Три штуки. Для того, чтобы сделать черничный сок, нужно, по-моему, три черники. Но дает он столько, сколько даст две черники. Поэтому, может, мне невыгодно как раз вообще делать какие-то соки. Допустим, вот этот сок. А это все равно, что три апельсина съесть. Слушайте, так зачем нам соки делать? Мы будем так есть и все. Это выгоднее. Побежим, давайте по часовой стрелке. А где побежим? А где поплывем? Здесь мусор соберем. Ой, нет, слушайте, это рискованно. Вот это вот рискованно, потому что, если у нас энергия в воде закончится, то мы, я так понимаю, умрем, что ли? Поэтому нет, лучше тогда уже на лодке плыть. А что это мы получили там были? Пригодится. В хозяйстве все пригодится. Да, давайте все-таки поплывем на нашей замечательной лодочке. Кстати, было бы интересно, если бы можно было лодочку как-то изменять. Внешний вид, я имею в виду. Просто даже без каких-либо характеристик. Чисто внешний вид. Что там сверху? Там что-то есть сверху. Ну а как туда попасть? И зачем? Там что-то растет интересное. Так, а ну-ка, давайте-ка мы попробуем. Так, вот оставим прямо здесь лодку. В принципе. Никуда она не уплывет. Попробуем туда забраться. Нужно вон там перепрыгнуть как-то. Так, ага, это нужно вот так вот еще обойти вначале. Мне просто очень любопытно. Я вообще такой любопытный. Невероятно любопытный. Нужен молот получше. Так, это можно будет потом сломать. О, слушайте, еще сюда можно пройти. А, тут видимо вот такой вот проходик. Практически незаметный. Вот оно что. Да, это мы ломать пока что не можем. Это что? Слушайте, это, по-моему, удобрение, что ли? Здесь что, можно тоже выращивать? Свои секретные грядочки сделать? Подождите. Так, это мы что-то собрали. А, нет, нельзя. Грядочки есть, но выращивать нельзя на них. Жалко, а было бы весело просто здесь хотя бы две грядочки вот так посадить что-нибудь чисто. Чисто лишь бы было. Было бы забавно. Даже колодец неактивен. Ну да, мы не у себя дома, поэтому, наверное, нельзя. Жаль. Ну ладно. Вот, ладно. Вот, ладно. Вот, ладно. Вот, ладно. Это мы можем подняться Куда мы отсюда, по-моему, поднимались Это мы тоже на маяк выйдем Таким образом Здесь можно половить Давайте А, удочка А, леска нужна, нитку нужна У нас нету нитки и Сделать мы ее не можем Тоже, по-моему, у нас нету А, там хлопок Или что там нужно Его нужно выращивать Так что пока что рыбалка отменяется И даже дома мы не сможем рыбачить Я так понимаю, вот это нехорошо Хотя смысла от рыбы тоже особо нет Стоит она копейки Еду, ну, голод То есть практически не утоляет Так, краб здесь ходит хорошо А, там уже читали Галочка стоит Ну, я вообще правильно понимаю Что крабы чисто на берегу встречаются Либо можно их найти Прям где-то еще на острове Но это уже будет Не так хорошо Потому что остров Вроде как и небольшой Но Чтобы вот найти Какого-то маленького краба Весело прям оббежать Каждый метр осмотреть А сколько нам вообще Их нужно всего А, сейчас мы не можем Залезть в меню Посмотреть Вон еще ракушка Давайте мы сюда Куда-нибудь причалим Так, слушайте По-моему Мне кажется Либо мы уже по кругу В принципе Практически отплыли Вот червяков возьмем Ведь на этой лодочке Нельзя поплавать Само собой нет Так, вон там краб И тебя мы уже тоже Встречали Да, мы по сути Уже все По кругу Плыли А, это ведро Ну и того краба Мы тоже встречали Само собой Да Сколько Всего их Найди пять крабов Насколько мы уже Нашли Кстати Что нужно Чтобы сделать Модель лодки Нитки нужны Нам нужно Слушайте Нам нужно Купить хлопок Нужно купить А, еще ткань Нужна Угу Я бы просто Хотел сделать Модельку Одну Хотя просто Посмотреть Сколько она будет Стоить А бумага Делается просто Из смолы Зачем я был Попродавал Столько смолы О Слушайте У нас новый Рюкзачок Появился Когда-то Внезапно Ну давайте Его возьмем Для разнообразия Почему бы нет А вот Почта Три Найдена Хорошо Два еще Где-то Краба Но они Значит Где-то Уже Прям По Острову Гуляют Можно Конечно Просто Пробежаться Постараться Пробежать Там Где мы Еще Не Пробегали Уже И вечереет Как раз Таки Энергия Заканчивается Можно Пробовать Так Мельком Быстренько Так Как тут Внутри Нигде Не будет Он Вот так Я хочу Просто Посмотреть А сколько Допустим Стоит Ткань Если ее Покупать Сколько Да вы Пошутили Мне нужен Рецепт Да Мне Определенно Нужен Рецепт Это Слишком Для меня Дорого Посмотрим Сколько Будет Стоить В итоге Бумага Так Давайте Тогда Мельком Так Быстренько Пробежимся Где-то Внимательно Посмотрим По сторонам Может Еще Заметим Где-то Краба Мельком Так, ну внизу смотреть нет смысла Потому что там мы уже были Ведь были ведь? Само собой Мы ведь не могли проплыть Не заметив, допустим, вот этого краба Да, мы были Ой, как же здесь быстро время бежит Как же быстро бежит время Ну что-то я крабов тут не замечаю нигде Зайцы есть, белки есть, крабов нет А если вот сюда, к примеру, пробежать Это мы куда придем? Это мы куда-то пришли Какое-то место любопытное Но только непонятно, что это такое Вот что это такое? Нечто любопытное, определенно Так, уже 10 вечера Начало 11-го Нам бы пора на самом деле Черничка Да вы что? Нам бы пора пособирать чернички Так это я опять-таки К маяку выйду таким образом И таким образом Тут все дороги ведут к маяку О! А, это вишенка Возьмем, возьмем Здесь у нас вишня растет Вот понятно По пути Просто уже по пути Так, ой Наверное зря я сюда и решил идти Теперь мне, чтобы у меня энергии вообще хватило А то Коа ведь просто упадет и уснет Будет нехорошо Мы уже почти добежали Ну, чуть-чуть осталось Чуть-чуть осталось Ой-ой-ой-ой Ой Коа, Коа, не застревай О, есть Все, успеваем Не знаю, где искать крабов Просто ложимся спать Уже поздно Плавание можно продолжить завтра Да я и не спорю Я же специально тебя привел, чтобы лечь спать Все Мы выспались И давайте, ребята Здесь мы с вами уже на сегодня прервемся Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить пальцы вверх Также вы можете помочь каналу рублем По ссылке в описании А как обычно С вами был Зоди Удачи, друзья Встретимся в следующей серии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok